Русский жим, симбиоз силы и выносливости, или точнее силовой выносливости, быстро прижился в Беларуси. И это неудивительно, так как во многих дисциплинах тот же жим штанги-лёжи – один из популярных видов тренинга. Как, например, в гребле. И не случайно, что на четвёртом, в международном турнире Кубок Дружбы в Минске, команда Мазарин была целиком и полностью составлена из представителей мира гребли на байдарках и Каноэ. Кстати, все три атлета представляют нефтеперерабатывающий завод. Юрий Мазанович и Александр Суганяка – сдюшор жимчуж на Полесе, а капитан нашего трио Сергей Лазуренко – товарно-соревой цех, работником которого он является. Идея получилась чисто случайно. В интернете увидел соревнования, зашёл на сайт, посмотрел федерацию, правила, условия соревнований. Ну и решил для себя, что, смотря на то, что раньше занимались греблей, соревнования максимально приближены к тренировкам по гребле. Поэтому попробовал сам на тренировке сделать какой-то норматив. Получилось неплохо. Сразу на первой тренировке я выполнил норматив мастера спорта. Поэтому пришёл на гребную базу «Жимчужина» по лесу, нашёл двух ребят, которые наиболее соответствовали всем этим критериям. Попробовал, проверил. Ну, как бы надежды мои оправдались. У каждого получилось. Всё, и начали готовиться. Несмотря на то, что этот турнир был дебютным для нашей команды, ребята поставили перед собой высокие задачи, и им удалось с первой попытки утвердить сборную Мозорского нефтепорабатывающего завода по жиму лёжа, как одну из лучших команд республики. В течение трёх недель мы готовились к турниру. Всё, поехали, выступили. Выступление получилось на 90% от запланированного. Как бы были, ставили задачи Мазановичу Юрию выполнить норматив мастера спорта международного класса. Он его выполнил, справился на 100%, даже попал в элиту русского жима. Таких в Белоруссии на данный момент было три человека, но на тех соревнованиях выполнил Юрий норматив, и также ещё один человек в категории 150 кг. Ну вот, Александр Суганяка тоже по плану должен был выполнить мастера спорта международного класса, но немножко как бы не справился с волнением, поэтому только мастер спорта. Но у меня тоже в своей категории в 55-ке я вроде бы выполнил норматив мастера спорта, но так как судьи усмотрели в моём упражнении два нарушения, поэтому как бы два раза были вычтены из результата и только кандидат в мастера спорта. Ну, как бы это ещё не вечер, первый блинкома, можно так сказать, хотя в нашей ситуации это так и не назовёшь. Ну, будем стремиться выступать, готовиться, поэтому опыт есть. Я надеюсь, что на следующих соревнованиях мы себя проявим лучше и будет намного всё эффективней. Хорош был Александр Суганяка, который в своей молодёжной группе до 23 лет занял второе место и выполнил норматив мастер спорта Республики Беларусь. Я занял второе место, выступал в категории 55 килограмм, выполнил 99 раз. Ну, результатом не особо доволен, так как на тренировках делал больше, когда попробовал. Не совсем был ознакомлен с правилами соревнований, поэтому не всё получилось так, как хотел. Теперь Александр дважды мастер спорта по русскому жиму и гребли на байдарках и каноэ. Конечно, чувствуется. Мой папа привёл меня в детстве в спорт. Он мне показал, что это такое. На примере брата, он многократный чемпион Республики, поэтому я смотрел на него, равнялся. Ну и тоже захотел заниматься этим интересным видом спорта. Гребли вообще очень интересный вид спорта. Гребец только на каноэ. И наш следующий собеседник, только он уже дважды мастер спорта международного класса по русскому жиму и, как вы уже догадались, по гребли на байдарках и каноэ, которая дала необходимую подготовку для выступления в новом и уже, можно сказать, в освоенном виде спорта – русском жиме. Да, это очень схоже. Мы постоянно зимой работаем с железом, в частности с жимом лёжа, тяга лёжа, поэтому было не очень трудно выполнить этот норматив на соревнованиях. Кроме того, Юрий выполнил высший норматив русского жима «Элита», сделав штангу весом в 55 килограммов, 136, 125 и 123 раза с перерывом между подходами в 40 минут. Конечно, я очень стремился, хотел сделать 150 повторений с весом штанги 55 килограмм, но получилось чуть меньше, я сделал 136 раз, но в силу того, что на тренёвках мы делали на скорость, а там было по команде счёт, то есть нельзя было разгоняться, а по команде судьи ты мог только выполнять движение. Получилось в первом зачётном подходе я сделал 136 раз, что позволило мне выполнить норматив мастера спорта международного класса, и после этого я решил попробовать себя в «Элите». «Элита» – это должность сделать на протяжении всех соревнований три подхода ниже мастера спорта международного класса. Второй подход я сделал 125 раз, и третий подход – 123, это прошёлся по самой минимальной отметке, что позволило выполнить «Элиту». Элиты в Беларуси не так уж и много, за шесть лет я пятый, кто смог это сделать, поэтому я рад. Отметим, что из пяти белорусских элитных спортсменов – трое выходцы мира гребли на байдарках каноэ. Кроме Юрия, это две минчанки – Юлия Прочковская и Елена Круковская. Но думаем, что вскоре элитных спортсменов в русском жиме станет ещё больше, ведь сборная Мозорского НПЗ на следующий старт пополнится новыми атлетами. И догадайтесь, из какого вида спорта они придут в русский жим.